окей всем привет кто это смотрит я расскажу чем мы занимаемся в прошлый раз на прошлой встрече мы уже начали что-то писать что здесь вообще происходит я хочу вам предложить методу изучать на практике на практическом примере вот это практический пример это приложение которое мы напишем на хаскеле вместе большим шагом почему на хаскеле потому что это чистый функциональный язык и когда мы пишем код на нем видны лучше все принципы паттерны и много другое чего нету в других языках например в том же тайп скрипт или не знаю в джаве вот потом эти принципы паттерны можно частично переносить и в другие языки и изучая хаскель в частности можно много узнать о типах о системах типов как это все устроено и тогда типы в том же тайп скрипт станут понятнее и прозрачнее это вот как пример такого что можно понять хаскеле перенести куда-то еще а что мы будем разрабатывать пытаться разрабатывать что-то вроде системы построения фильтров для поиска в качестве объекта для поиска у нас квартиры в берлине дата сайт немножко устаревший а то есть мы хотим построить что-то вроде немаленького языка где сел домен specific language для описания фильтров по каким-то критериям чтобы искать квартиры которые нам хочется который хочется жить то есть в идеале вообще этот язык должен парсится из строки то есть у меня есть строка и я хочу допустим найти все квартиры где стоимость аренды в месяц будет меньше 800 евро и что-нибудь еще и допустим площадь желая будет больше 50 метров то есть вот идеально мы должны вообще дать такую строку и из этой строки программа должна распасить фильтр и этот фильтр применить к списку квартир по сути как как будто это маленький язык программирования делаем узкоспециализированным вот на на пути к построению такого приложения мы получается познакомимся с разными как я уже сказал потом они сущностями функционального программирования с функторами с надами затронем наверняка группы моноиды в парсинге это все пригодится монетический парсинг и много-много разных типов и конечно же функций вот естественно не предполагаю что хаскель каким-то образом известен или имелся какой-то опыт с ним поэтому мы все начинаем по чуть-чуть и все непонятные моменты в том числе я синдексис проговариваю поэтому не пугайтесь если вы включили это видео этот раз и просто вот хаскель прямо так вот с первых минут да ну мы успели кое-что написать совсем чуть-чуть еще очень далеко до таких возможностей пока мы просто применяем стандартные функции к фиксированному списку квартир и смотрим что из получается у нас есть тип который описывает квартиру это что-то вроде рекорда или интерфейс в typescript все описывает какой-то как объект в javascript разными полями каждое поле имеет определенный тип вот у нас есть что-то вроде и нам а для описания районов где квартира может находиться это очень важно потому что есть трендовые районы есть районы менее интересные и у нас есть еще тип описание типа для этажа который может быть первый этаж это отдельный случай как правило то есть там могут быть какие-нибудь террасы я не знаю садики пристроены к этому в общем-то отдельный случай у нас может быть какой-то произвольный этаж и тогда мы должны указать целым числом номер этого этажа или у нас может быть чердак то есть квартира под самой крышей это очень классно красивые виды но летом жарко вот это таким образом описан наш домен с помощью этих типов что у нас есть еще я уже говорил есть вот небольшая подборка данных это квартиры то есть них заполнены вот все эти свойства то есть сколько комнат в квартире какой адрес где квартира находится сколько нужно будет платить в месяц в каком районе площадь желаем этаж то есть видите 4 3 1 который краудфор или или от пришел с по-немецки и если в квартире в доме лифт потому что часто бывает что нет если дом старый и невысокий вот что мы сделали прошлый раз мы просто написали использовали функции filter и на встроенные которые ведут себя точно так же как java script только с той разницей что это функции они методы какого-нибудь там массива или списка в данном случае что первым аргументом они принимают предикат в случае фильтр и функции которая преобразует отдельный элемент в случае смэп а вот то есть этот что делает этот фильтр видим что значение армол имеет тип список квартир то есть получается что функция фильтр принимает предикат и мы передаем туда вторым аргументом наш наши данные датасет и поэтому получается что он функция фильтр возвращает новый список квартир поэтому конечный тип значения r0 есть список квартир как мы фильтруем квартиры у нас есть какое-то вот составное условие что аренда не должна превышать 800 евро и что район где находится квартира должен быть непременно шарлотенбург вот для теста мы потом брали этот самый 0 проецировали районы чтобы посмотреть что там остался только только широтный если у нас есть такие хитрые комментарии которые позволяют нам выполнять фрагменты кода прямо редакторе то есть действительно в 1 у нас остался только шарлотенбург потому что мы сначала фильтровали относительно недорогие квартиры шарлотенбурге получили естественно только шарлотенбург сами квартиры у нас р 0 вот вот и все вот это ровно все что мы сделали в прошлый раз так ну пойдем дальше может есть какие-нибудь вопросы появились в прошлый раз а сейчас можно хорошо бы их задать у меня честно говоря вопрос вот в апартамент с файли с данными почему то есть там такой формат что запитаясь спереди спереди а не в конце как допустим стандарт и я в скрипте а ну это просто такой стиль чтобы каждая строчка была не зависела от других то есть что можно было взять и удалить допустим последнюю строчку и менять перед на только одну строчку это тоже самое как тренингомов javascript только наоборот а для этого стиля как могут быть есть какой-то то есть но специально форматирование то есть на автоформат да есть у меня здесь он не настроен если я сделаю скажем что нибудь такое и попробовать форматировать документ то нет он форматирует только их список импортов но есть да то есть это можно сделать можно настроить но эта тема отдельная лекция поняла но это вообще мне кажется это инструменты они постоянно меняются их можно настроить это менее интересно чем всякие функции и типы но да это конечно можно сделать и форматоров в хаскеле великое множество их не меньше четырех основных и у них еще всякие форки короче там можно выбирать себе что угодно да но это вот такой стиль что то же самое с вот с типами что мы перечисляем вот таким образом у нас получается этот pipe начинается как сказать строка начинается с него и знак равенства тоже переносится чтобы все было выровнено чтобы каждый конструктор типа был один по другим вот так что мы можем сделать что мы можем сделать а если нам нужно искать хорошо вот мы нашли квартиры сколько там их было три на отвечающие нашим критериям понятно что мы хотим менять постоянно какие-то параметры вот только допустим это число эту константу и не менять весь остальной фильтр как делать параметизацию мы знаем добавим пост аргумент функцию вот прямо вот вот этот вот R0 можно сделать из него функцию которая будет принимать максимальное значение для арендной платы я поменяю сначала сигнатуру это значение у нас это float то есть нам нужно передать такой же float в качестве максимального значения то есть у нас будет float и мы делаем стрелочку вот все теперь это функция вот это тип аргумента это тип возвращаемого значения окей вот теперь у нас компилятор ругается будет что типы не сходятся потому что мы ничего не делаем с аргументом даже его никак не называем а то есть можно написать конечно вот так и этот макс использовать вот здесь но нам уже подсказывают что лямбда выражения здесь не нужно что мы можем просто обойтись на самом деле вот такой записью то есть как это читать хорошо давайте назовем то не r0 как нибудь более по-человечески вот у нас есть функция find apartment от одного аргумента вот мы говорим что find apartment от макс рент это вот это вот такое выражение естественно здесь теперь вместо R0 мы должны написать применение find apartment к какому-то числу так так три квартиры на 600 было 2 правильно да отлично то есть ну вот мы добавили просто аргумент функцию ну и почему нет вот она работает также мы можем поступить и с районом то есть параметризовать нашу функцию которая по сути наш поисковый движок передавать мне аргументы ноги пусть пока район останется зафиксирован а теперь что еще то есть ну это понятно что все у нас пока в одном файле что это не приложение просто куски кода но мы не хотим менять поисковый движок мы хотим чтобы наш поисковый движок find apartment был максимально гибким мы хотим вот применять его передавать какие-то значения которые мы которым мы описываем фильтр а уже фильтрация сама вот реализация с помощью функции фильтр скрыта от нас то есть мы не знаем что там на самом деле все делается через функции фильтр вот мы передаем 600 и все это отличный и 5 отличный интерфейс как угодно то есть наша цель как можно сделать вот этот вот код как можно более абстрактным и конфигурируемым что можно еще сделать конфигурируем но можно сразу предположить что почему бы нам не конфигурирует вообще тогда всего поисковым предикатом то есть вот этот вот предикат ну неизменная часть навсегда фильтр и апартамент по которым мы ищем а вот этот предикат это явно должен быть параметр нам почему бы его не вынести в какое-нибудь отдельное значение возьмем его как предикат предикат если кто-то не знаком это как логическое какое-то выражение в нашем случае это функция которая возвращает булево значение то есть то что подходит в качестве параметра в функции фильтр фильтр мы видим первый аргумент эта функция возвращающая булево значение вот мы хотим сказать что вот то есть вот у нас есть функция пока тоже оставим переменную типа а мы не знаем какой тип использовать вместо а мы всегда хотим предикаты которые работают для квартир поэтому пока мы можем безопасно сказать что п это предикат вот такого типа что он принимает квартиру что там решает и возвращает булево значение это пока только сигнатура и напомню что хаски ли они пишутся отдельно от уровня значений то есть это просто тип написали тип аргумент типа возвращаем значение а наш предикат мы можем теперь скопировать из функции фильтр то есть вот вот это все это вот всю лямбду можно скопировать вот сюда здесь напишем просто п так у нас есть проблемы во первых у нас ну хорошо мы записали это лямбдой опять же можем сделать такой же трюк как здесь и сказать что п от квартиры это вот такое выражение это такая же запись как здесь мы говорим функция от аргумента это что-то там да и аргумент при этом мы можем как и в javascript как и вот в лямбда выражение было мы можем развернуть с помощью destructuring то есть мы называем его полностью апартмент а мы говорим что это значение типа апартмент и внутри у него есть такие вот свойства там то есть таким образом скопе оказываются как и прежде рэнд и и бицерк теперь все почти хорошо то есть это булевого выражения до которые мы собирались вернуть да все отлично но у нас нету макс макс рэнд больше в скопе потому что откуда ему взяться если макс рэнд был вот здесь что что мы можем сделать с этим какие будут предложения может быть мне кажется здесь можно сделать частичное применение как-то так частичное применение то есть как бы чтобы до точнее добавить еще один аргумент в эту функцию которую то есть если нет то есть вернуть функцию получается которая будет зависеть от от аргумента как-то так то есть добавить сюда еще не аргумент да ну мне кажется да да ну почему нет давайте так сделаем пока то есть хорошо давайте сделаем его первым то есть сюда еще один фолд нужно передать назовем его опять же макс рэнд теперь мы это починили теперь здесь исходится почему потому что здесь должен быть все таки предикат от одного аргумента то есть здесь мы должны наш п частично применить действительно как макс рэнд вот теперь все сошлось все типы сошлись и у нас что-то получилось что у нас с квартирами так пробуем поменять параметры до 3 работает ну еще так это понятно как работает да в целом понятно а можно просто как бы возможно это шаг в сторону но мне просто интересно можно ли принципе реализовать в хаскеле или точнее данным скажем модифицировать данный вот таким образом чтобы было какое значение по умолчанию то есть аргумента то есть если аргумент не задан то какой то есть как-то мы можем сказать что некоторые аргументы могут быть ну и не знаю как сказать не заданы или как-нибудь опциональные что-нибудь такое да но вместе с этим не может быть аргументов которые мы не передаем нету понятия перегрузка функции фаскеле функции у каждой функции есть ровно одна сигнатура и она должна всегда соблюдаться то есть мы не можем передать один параметр не передать вот апартамент допустим но мы можем сказать что хорошо апартамент можно не передавать но вместо апартамента нужно будет явно передать что-то вроде нау тогда мы говорим тогда вот так и это означает просто как ну на лобу тип на случай то есть можем передать апартамент или мы можем передать нулевое значение то есть если у нас нету квартиры друг чему-то ну это странный пример скорее всего это это будет опциональным аргументом нежели но но это мы еще обязательно дойдем до этого как это все устроено но опять же мы сохраняем количество аргументов у нас остается один аргумент второй аргумент и результат то есть количество аргументов не меняется в сигнатуре только меняется их тип так это хорошо просто очень показывает чем отличается функции джалл скрипте мы можем не передавать все аргументы мы получим undefined автоматически вместо них под но как это согласуется с типами то есть в так скрипте если есть тип если сигнатура то он тоже должна соблюдаться правильно просто можно некоторые аргументы пометить как на лобу и тогда это будет окей и тогда у них могут быть дефолтные значения так что мы можем теперь сделать до предикат хорошо вот он настраивается значением максимальной арендной платы вот мы вынесли в отдельную функцию построение этого предиката хорошо в чем тут проблема может быть в том что вот этот вот макс рэнд у его уже везде приходится покидывать мы хотели бы его задать где-нибудь ну вот вот здесь один раз и все и забыть про него то есть вот этот вот по камере давать его уберем из fine department вот это временно что-то вот такое fine department у нас остается просто списком фиксированы но это как я уже сказал это наш движок то есть мы не можем туда встраивать константы то есть мы хотим его конкурировать извне то есть параметрами то есть то что я только что убрал то есть так так не пойдет но но она работает так мы хотели бы передать в построении этого предиката каким-то образом все эти параметры то есть find department должен принимать сразу этот вот предикат построенный уже что мы и сделаем это максимальная гибкость получается то есть сравнимая с функцией фильтра по сути мы берем наш предикат который выглядит пока так вот его сигнатура это даже еще не предикат этого потому что вот предикат это типа построитель предикатов на основе фолт значения мы говорим что первым аргументом fine department теперь будет передикат то есть вот эта функция я взял его в скобки чтобы показать что это не три отдельных аргумента flow department bull а что это все одна функция которая принимает два аргумента и возвращает булю в значение вот поэтому берется в скобки так то есть теперь я принимаю какой-то предикат завел прям у нас будет и теперь просто применяем в фильтре но проблема мы не можем применить его функции потому что функция по-прежнему ждет простого предиката без всяких флотов получается что ну попробуем угодить функции фильтр и сказать что наш предикат это все таки предикат они построить и предикатов то есть теперь здесь все окей но как пользоваться теперь нашим поисковым движком fine department нужно передать на предикат у нас есть построить и предикатов взявил пока так хорошо фабрика предикатов на основе максимального значения арендной платы так что нам нужно еще взять скобки вот вот работает теперь могу менять уже здесь то где мы пользуемся этим всем вот я меняю параметр и у меня меняется мой результат движок остается неизменным я только сооружаю новые предикаты вот в чем смысл что я вынес конфигурацию вне функции fine department то есть построить предикатов ждет один флот и возвращает нам предикат потом этот предикат мы можем весело использовать как параметра для fine department принимает предикат возвращает на список по моему очень просто или нет в целом понятно принципе похоже на как сказать на паттерн фабрика немножко но с какой-то стороны да наверное но это просто опять же тут все просто функции то есть у нас просто 10 до что-то вроде маленькой фабрики предикатов просто виде функции так если понятно то можно дальше еще чего-нибудь привернуть то есть теперь мы можем только сказать что движок нам готов он он не будет меняться сильно или вообще не будет меняться нам теперь можно сосредоточиться на том чтобы наш построить и предикатов делать более мощным сейчас он хмуро принимает одно значение и и все мы хотим еще конфигурировать район где находится квартира то есть я добавлю еще один параметр вот и мы должны сравнивать тогда поле из рекорда с этим самым б теперь должен приводить его еще и сюда так да что еще но уже очевидно может быть проблема но можно добавить еще что у нас есть еще вот эти квартиры но давно не смотрели что там они вообще из себя представляют эти три квартиры нужно вывести прямо ада так зря ну можно вывести просто вот это значение так что тут у нас есть одна комната две комнаты одна комната ну странно не хотеть конечно две комнаты но если мы захотим одну то останется одна квартира что у нас есть еще у нас есть 50 квадратных метров у нас есть 59 85 и 41 ну вот можно сделать меньше 50 квадратных метров площадь нас не устраивает так это называется area и мы говорим и area должна быть больше либо равно 50 10 так теперь у нас должно остаться две квартиры да действительно две из трех теперь я хочу это настраивать то есть я говорю я хочу добавить еще один параметр а это еще один флот если я правильно помню где там наша площадь это флот и вот я добавляю параметр назовем его пока а но это все временно это все уйдет поэтому не заморачиваясь названиями вот теперь мы можем это конфигурировать то есть предикат нас теперь строится уже по трем параметрам и мы хотим передать сюда вот так так что-то сделаем так параметры был флот 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 а может быть литералу нет что что то здесь не так макс 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 не думаю так значит что он говорит что хотел бы он предикат видо работает а лишь 1 так вот мы нашли эти 2 квартиры то есть отсеклась квартира с меньшей площадкой больше теперь 50 и больше вот этот квартира с трудом но проходит а то есть видна уже проблемы в дизайне что вот наш предикат я вынужден передавать туда все больше аргументов чтобы настроить поиск это конечно в принципе уже неплохо но мы можем это сделать лучше потом есть еще проблема я могу приматизовать и образом значения конкретные то есть константы вот и передаю 700 широтный блок 50 здесь я написал больше либо равно чтобы вот эта квартира попала в запрос потому что здесь как раз 50 ровно поэтому больше либо равно не строго сравнение а если я хочу управлять и вот этим тоже то есть я хочу скажем всегда знать больше или больше либо равно я хочу это тоже передавать то есть видимо нужно передавать еще и функцию можем это попробовать опять же просто эти эксперимента но что я хотел бы еще обратить внимание то что посмотрите как мы записали функцию с учетом частичного применения потому что наш построитель предикатов принимает три аргумента вот этих вот и возвращает предикат то есть функция от одного аргумента это сходится по сигнатуре вот мы три передали получили функцию от одного но в описании функции я могу написать сразу как функцию четырех аргументов вот раз-два-три и раскрытый дистарчингом 4 то есть мне не нужно делать из какого-то вот барьера что я возвращаю новую функцию я могу сразу написать это как функция четырех аргументов и потом частично применять и как мне вздумается от одного от двух от трех от всех четырех так так вот она просто чтобы еще раз закрепить сигнатуры и функции передать сюда еще параметр это удастся нам это сделать уговорить типы поверить что мы берем такую функцию потому что она довольно абстрактная но попробуем мы ее конкретизируем этому все получился то есть еще раз что я хочу сделать я хочу передать в этом нет большого смысла я хочу передать функцию сюда вот эту функцию сделать тоже параметром передавать сюда отсюда больше либо равно или больше строго или может быть меньше либо еще какую-нибудь функцию которая будет выступать в качестве функции сравнения так нужно еще один параметр это будет уже когда функции больше 3-4 параметров это уже странно а как я хочу описать эту функцию я опишу ее очень не полиморфно я хочу просто функция которая сравнивает два значения флот и возвращать булево значение то есть true если больше false если меньше то есть мне нужна функция от одного флота еще одного флота возвращающая булево значения то есть опять же я хочу функцию поэтому я взял в скобки вот это все это весь четвертый аргумент наш назовем эту функцию а где она должна быть здесь назовем эту функцию я не знаю compare cmp вот этот вот самый компаратор мы хотим применить здесь можно написать что-то вот такое это будет такие то есть применить просто ее в документом мы помним что мы можем еще и пинфиксной форме это записать но так сначала сделаем так чтобы у нас все компилировать передадим здесь функцию что у нас там было больше и больше 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 вот так и все вот она работает то есть здесь тоже нужно обновить вот мы нашли две квартиры теперь мы хотим допустим передать сюда строго больше мы нашли одну единственную квартиру там где 50 метров больше не подходит потому что мы поняли как мы сравниваем так и и это хороший момент чтобы остановиться еще раз напомнить что операторы в хаскеле это просто функции соответственно с ним можно обращаться как с обычными функциями в том числе как вы видите передавать в качестве аргумента здесь мы тоже можем так сделать больше а до насчет интекс нет ладно но можно записать у нас было раньше чтобы это было посередине таким образом то есть где у нас был раньше знак больше и 2 равно мы можем написать функцию вот такой форме то есть сравнивать с помощью компаратора это тоже самое это тоже самое это будет первый аргумент это будет второй момент то что слева первый то что справа второй обычная функция от двух аргументов так ну вот вот такая конфигурация можно вопрос так почему как будто то есть когда передаем в качестве аргумента функция все заворачиваем скобки что это чтобы отличить от применения ее как индексного оператора то есть везде где мы хотим оператор использовать как функцию мы должны его обернуть в круглые скобки иначе это будет как будто мы пытаемся что-то сравнить вот здесь 50 больше чем что-то а нет спасибо то есть без скобок это применение функции оператора скобках это да как бы значение этого этой функции ну вот нас получилось очень некрасивая функция наша фабрика предикатов конечно теперь очень не гибкая принимает много разных аргументов строят предикаты но и так не может продолжаться бесконечно придумывать конфигурацию через аргументы это неинтересно вот какие-то делать еще странные объекты которые конфигурируют это все это тоже это то чем мы занимаемся мы строим наш язык для фильтрации но это не та форма в которой мы хотели бы это делать как же можно сделать элегантнее можем сделать так что немножко разбить это на блоки если посмотреть на правую часть нашего построителя предикатов мы увидим что у нас есть раз предикат это же предикат правильно он зависит от двух значений от арендные платы за конкретную квартиру и от максимальной арендной платы которую мы хотим готовы платить у нас есть еще один предикат точно такой же из двух параметров и еще один предикат все вот эти значения возвращают булевые значения то есть и теоретически их можно представить как функции от квартиры плюс еще один дополнительный параметр то есть это вот три предиката и они объединяются вот такими операторами данном случае and допустим мы хотим поменять их на о и тоже сделать это конфигурируемым можно представить передавать еще сюда функции какие-то поставлять их сюда это неинтересно края функция становится большой можно ее попробовать растащить на маленькие части вот эти вот маленькие предикаты можно пробовать записать отдельно например начнем с этого назовем это rent то есть реноплата ниже чем и мы принимаем какое-то максимальное значение и дальше что мы хотим по прежнему предикат которая работает для квартиры то есть следующим аргументом должна быть квартира у нас уже не интересует где он находится какая у меня площадь нас интересует ровно одно ее свойство это сколько хотят в месяц денег так и теперь мы можем это выражение сюда поставить то есть у нас получилась маленькая фабрика предикатов для одного конкретного применения то есть передавая какое-то максимальное значение для рендной платы мы получили предикат то есть функция двух аргументов но последовательно и применяя сначала к одному мы получим предикат от квартиры теперь мы можем вот это вот подставить сюда чтобы это поставить сюда не хочу мучить сильно синтаксисом пока новым чтобы сделать красиво мы можем написать еще вот эти два предиката отдельно вот это хотел бы предложить сделать слушателям или слушателю но для этого нам потребуется лайф-шар сессия как насчет написать предикаты интересно так тогда ты говоришь что лайф-шар у тебя есть ну да только я не пользовался там очень просто я скину сейчас ссылку и нужно просто по ней пройти если все установлено то то должно быть достаточно спасибо это я Продолжение следует... 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 кому так да ну вот сигнатура показывается сверху тоже похоже на правду да да отлично супер так возьмем это минеринск так замечательно вот у нас есть теперь три маленьких построителя предикатов теперь мы хотим использовать в нашем большом построить или предикатов как это сделать теперь мы возьмем наш поставить предикатов для арендной платы и попытаемся его использовать в этом выражении то есть и что мы должны передать макс и квартиру то есть у нас есть квартира называется потом для и района то же самое мы должны передать сюда айон и апартамент и наконец мы должны для площади передать сюда площадь и апартамент получается что нам больше не нужно деструктурировать квартиру потому что мы не пользуемся напрямую этими свойствами можем наш аргумент для квартиры просто назвать и парк а почему я пришла партнер с двумя вот такая трансформация понятно что здесь произошло да мы просто применяем наши отдельные предикаты так оно все должно работать по-прежнему 50 так а то функция компаратор больше никуда не передается ну это хорошо что не передается могли бы конечно передать параметрам еще сюда но это мы это сделаем потом и по-другому это просто чтобы продемонстрировать что мы можем передавать функции но так это делать точно не стоит я здесь и здесь и что мы получим нужно получить 2 2 квартиры или или все 3 2 правильно так какие-нибудь вопросы или пока все понятно вопросов нет я пока я пока просто пытаюсь спросить почему здесь то есть но только одна квартира то есть я просто запутался уже а нет квартир две квартир две нет 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 я между что в передаем как бы в качестве аргумента то есть апартмент с маленькой буквой да ну да наш четвертый аргумент правильно типа апартмент и и вот эти вот все функции 3 у них это второй аргумент тоже паркет то есть мы просто передаем в каждую из этих функций параметр и потом апартмент и уже эти функции его там у себя да да я бы я бы я бы я бы сообразил потому что это в принципе это мы как бы реализуем критикат который применяется каждый каждый конкретный квартире да 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 именно так что мы можем сделать еще то есть эта функция так и не поменялась здесь у нас все остается таким же как и было а теперь наш построитель предикатов тоже стал сложнее но не хорошо что неудобно пробрасывать все эти аргументы что все аргументы которые нужны маленьким предикатам мы должны передавать вот в эту функцию то есть вот эти три аргумента и потом их распределять по маленьким предикатам это ну как-то не очень хотелось бы вот эти предикаты построить или предикатов комбинировать вот прямо здесь где-то мы можем это сделать потому что все что сейчас делает функция пи билда это всего лишь пробрасывание аргументов это бесполезно и булево логический энд булево логический энд это слишком шикарно для одной функции делать логический энд выделять это в отдельную функцию когда она уже написана поэтому мы попробуем это сделать по-другому то есть как мы можем это сделать можем написать энд здесь где мы ищем мы не можем написать энд где мы ищем потому что нужно построить предикат а энд работает над булевыми значениями то есть здесь мы не просто должны построить предикат в каждом из трех этих мест но и применить его к квартире чтобы иметь возможность воспользоваться функцией энд правильно то есть энд работает над булевыми значениями у нас предикаты то есть мы не можем использовать энд здесь потому что нам в fine department нужно передать предикат то есть как извлечь энд из builder как как избавиться от этого надо написать энд которая работает над предикатами тогда мы сможем скомбинировать себе новый предикат который мы передадим в fine department то есть мы все вся наша кухня будет вот здесь мы опишем вот эти все предикаты мы их используем прямо тут чтобы избавиться от билдер совсем чтобы не перебрасывать аргументы а чтобы их по объединять как раньше было здесь мы напишем наш собственный энд понятно в общих чутах замысел или в целом понятно то есть просто как это будет реализовать я пока не что-то типа вот списка предикатов и получается что-то типа редюса сделать что-то такое видимо да да что что-то такое но мы начнем с чего-нибудь простого мы начнем мы можем поставить эту функцию использовать два раза правильно как вот здесь используется n 2 раза да действительно хорошо бы сделать ее еще более абстрактные чтобы передавать целый список предикатов это хорошая идея и потом просто по ним пройтись и получить из списка один большой предикат объединенный эндом это мы обязательно сделаем но можем начать с более простого варианта сделать такую же функцию как энд но для предикатов и просто ее два раза написать вот как здесь можно даже сделать оператор скажем энд 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 потом это переменую но почему бы пока не побаловаться еще раз функция энд имеет сигнатуру вот такую я просто оставлю это здесь какую сигнатуру будет иметь наша функция назовем ее энд 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 ну мне кажется что более 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 но достава бы написать попробуй просто сейчас я так я открыть ну мне кажется что собственно такая такая она и будет наверно по идее если там 2 2 аргумента и должна принципе вернуть один аргумент который тоже будет более каком типом точнее будет уголе типа как раз он есть и соответственно 22 аргумента как раз таки но два предиката которые сами по себе возвращают у любые значения да совершенно верно то есть аргументы это предикаты то есть не просто были вы значение предикаты правильно и результат тоже должен быть то есть получается что нужно так каждый из них вернуть то есть что то принимают правильно но у всех ведь по-разному получается вот здесь допустим если ряд белого то есть он принимает вот это построитель построить или все разное а предикаты все одной формы предикат всегда у нас вот уж тот то что ждет наш find apartment а он ждет вот именно то есть апартамент буль да так так и возвращаем новый предикат так вот это что нужно да да понимаешь почему потому что мы должны find apartment передать предикат то есть нам нужно получить предикат на основе каких-то двух уже имеющихся вот это правильно так нужно только здесь эти скобки чтобы это было как объявление функции так тип готов осталось только реализовать это дело что еще то сказать да получается очень симметрично то есть тут был булево значение булево значение булево значение у меня тут предикат 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 чтобы было все еще прозрачнее можно сделать на самом деле и сказать что вот тип который называется предикат это вот этот тип у нас будет вот такая интересная замена которая не компилируется так если мы комментируем вот это все компилируется это как в тайп скрипте тут ничего нету сверх естественного просто подстановка это вот такая функция из апартамент булл и везде где я писал предикат я теперь могу написать предикат явно то есть и теперь становится более прозрачным нашей сигнатуры find apartment принимает предикат возвращает список построители предикатов принимают какой-то параметр возвращают новый предикат ну он стал немножко понятнее то есть это просто замена но что везде можно вместо предикат подставить вот этот тип и смысл не изменится но вернемся к нашему and для предикатов так как его на реализовать у нас есть and от двух аргументов оба предикаты назовем их p1 и p2 а и pb так теперь что с ними делать можно написать это еще вот так по инфиксной форме то есть pt-a and pb это здесь что-то здесь не нужно как раз делать потому что это уже оператор то есть его не нужно дополнительно в кавычки брать вот то есть здесь нужно что с ними сделать так что он говорит он говорит что так ошибка чтобы показать что не подходит тип хотелось бы булл получили предикат на самом деле то есть что это значит что and вот это вот булевая которая работает с булевыми значениями применяется не к булевым значениям потому что действительно не булевые значения p-a и p-b это у нас значение типа предикат то есть мы не можем просто так применить and к p-a и p-b более того and возвращает булевые значения а нам нужно вернуть предикат здесь может быть немного сложно в таких случаях начинают с конца чтобы было ну или в таком случае можно один из приемов начинать с конца что нам нужно вернуть мы думаем нужно вернуть предикат что такое предикат предикат это функция от какого-то значения который возвращает булевое булевое значение в нашем случае это функция от квартиры это функция нужную функцию вот так вот прямо напишем прямо лямбду напишем вот тут какая-то квартира вот и мы что-то возвращаем он пока мы не смотрим на это вот это то что нам нужно вернуть вот просто мы посмотрели что нам нужно вернуть предикат вот пожалуйста p-a и p-b это какой-то предикат предикат от квартиры с которым мы что-то делаем вот но что мы делаем что написать вместо трех точек если или подсказать так мне кажется что у меня отсоединился лайфшера отсоединился да серьезно я все еще вижу просто у меня код идет другой будто бы а ну перезайди тогда закрой просто это окно и перезайди так вот концерт ясну Добро пожаловать обратно в нашу сессию. Так. Если это по IPB, то... Функции по языкам. Так. В том, какого типа значения нам нужно вернуть из этой лямбды? Под лямбдой имеется в виду, что сам предикат? Или вот... Ну, вот это выражение, которое мы пишем. Нужно вернуть, получается, что значение типа предикат? Нет, из лямбды нужно вернуть уже булево значение, потому что это и есть наш новый предикат, который мы строим. Это вот и есть функция вот такого вида. It's apartment bull. Вот наш apartment, и мы должны как-то его превратить в булево значение вот здесь. То есть вот то, что мы сейчас здесь напишем, должно иметь тип бул. И это хорошо. Это значит, что мы можем использовать наш end каким-то образом, который для булевых значений подходит. Но нужно передать как-то два булевых значения каким-то образом. А вот можно точнее, что значит slash перед apartment? Это как синтаксис для лямбд-ображения. Это то же самое, что... Вот это, это то же самое, что в JavaScript. Или вот так, это то же самое, что... Окей. То есть получается, что это просто обозначение аргумента. Да, это наш аргумент, да-да-да-да. Sorry, нужно было на этом сделать акцент. Да, потому что синдексис еще не знаком, конечно. Под аргументами, так, здесь получается... Если... Я сейчас просто делаю эксперимент, я на самом деле делаю догадку. То есть пабли... Догадка хорошая. Так. Просто... Да, ну это правильно. Почему компилятор так не считает? Потому что он говорит, что скобки. Так, какие он кучит скобки? Какие уже нам нужны скобки? Отечественные смеш-пракеты. Да, ну, по крайней мере, так попробовать. Нет, все равно что-то не так. Так, немножко неожиданно, если мы все возьмем. Нет, это что-то не то с этим. С... ИДЕшными фичами. Нужно рестартнуть сейчас, секунду. Вот, да, все окей. Больше не жалуется. Потому что здесь у меня запущен билд по FileWatch. И тут-то все окей. Значит, здесь должно быть все окей. Да, это действительно правильно, совершенно верно, отлично. Мы должны получить здесь уже булево значение, то есть мы можем применять нашу функцию end, но передать мы ей тоже должны булево значение. Как нам взять булево значение из предикатов? Просто применить их. У нас теперь есть в скобке квартира, которую мы можем применить. Каждый из предикатов получить булево значение и применить функцию end к ним, получить новое булево значение, а все вместе это и будет предикат, который мы должны получить. Да, это верно. Ну что, осталось только собрать все вместе, попробовать нашу свежую функцию в деле. Но мы можем попробовать на чем-нибудь тривиальном сначала. Например, у меня есть функция, которая игнорирует квартиру, которую ей передают, и всегда возвращает true. И у меня есть функция, которая игнорирует квартиру, которую ей передают, и всегда возвращает true. И это два предиката, не очень полезных, потому что они пропускают все квартиры, но имеют право на существование. Теперь я хочу их объединить. Да, и что? И применить к чему-нибудь. То есть вот это вот все я хочу применить к квартире. А, мне нужна квартира какая-нибудь. Мне нужна какая-нибудь квартира. Да, никому не нужна квартира. Ладно, оставим пока этот эксперимент. Пробуем сразу в продакшн. То есть что у нас есть? Мы хотим использовать прямо вот эти предикаты вот здесь. То есть выкинуть проклятый пи-билдер. То есть вот здесь, вот в этих скобках, мы должны построить предикат. Мы возьмем наш rent-below, применим его к 700. И мы объединим его с широтным блоком для начала. Начнем с двух значений. Так. Это компилиция. Так, я потерял только все свои PDF-шные фичи. Не могу здесь выполнять код. Это плохо. Так, ну, наверное, мне придется прервать сессию LiveShare, чтобы открыть код заново. Окей. Возможно, это LiveShare так неудачно. Так. Да, теперь мы можем снова пользоваться нашими выражениями прямо в редакторе. Так. Это компилируется, это уже хороший знак. Как раз, но компилируется, значит, но скорее всего работают. А давайте выполним вот это вот выражение. Вот здесь. Так. Сколько там было этих квартир без учета площади? Три. Три, по-моему. Да, три. По-моему, там тоже три. Так. Ну, мы можем поменять на какой-нибудь другой район. А, мы не все их импортируем еще что-либо. А, нам нужно все. Так. И попробуем. Теперь. Тоже три, не может быть. А, я поменял там. Я опять поменял в закладном месте. Ноль. Неплохо. Фейнсберг. Так, что-то не так. Мне почему-то кажется. Сколько их всего? Меньше 707. А, может, я дорогие районы смотрю просто. Так, что у нас там есть? Меньше 700. Любая квартира меньше 700. Нойкель. Тут будет Нойкель. Так. О, где квартиры. Ну, похоже, что работает, в общем. Похоже, что работает, да. Вот мы нашли какую-то за 516 в месяц. 600 в месяц. 600 в месяц, да. Все в Нойкелье. Работает. То есть, я теперь могу пользоваться нашими предикатами, писать такие вот красивые выражения, что rent below 700 и inbsec в Нойкель. Вот прямо здесь. И мне не нужна больше вот эта функция. А что мы можем еще попробовать сделать, это воспользоваться infix-ностью нашей функции and и добавить сюда еще один предикат. И посмотреть, что на это скажет компилятор. Что у нас там есть? Area at least. Area at least. Сколько тут у нас? 43. Давайте отсечем одну. Из этих квартир 52. О, как раз подходит под 50. Что у нас и было. Так. Area at least. Прифти. Так. И тогда у нас должно поменять здесь. Я беру все вот это. Копирую сюда. Да, остается только одна квартира, которая подходит по всем критериям. Это значит, что некрасивый и бибилдер может... Пойти погулять. Он больше не нужен. Мы заменили его на отдельные построители предикатов. И на так называемый комбинатор предикатов, который принимает готовые предикаты и формирует из них новый. По-моему, это неплохо. Теперь вот здесь, в том месте, где мы оформляем запросы, мы можем писать вот такие предпочтения. Это все работает с нашим поисковым движком, который построен на основе фильтра. Пожалуйста, вопросы. У меня сейчас возник вопрос. Если в Haskell и так развиты функции обработки данных, ну, допустим, что-то данных, то почему, то есть, скажем, словно говоря, слышно то, что в Data Science есть Python, но нет Haskell? Или же я просто не знаю, не слышал об этом? Есть, в Haskell есть и в Data Science тоже просто Python намного-намного-намного мейнстримнее, потому что пользоваться им все-таки удобнее, чтобы что-то быстро попробовать. В Data Science, по-моему, очень много вот как раз именно такого, что нужно быстро попробовать что-нибудь там сделать, как-то там это применить и забыть. Есть модули для Data Science и в Haskell, я их никогда не пользовался, но по сути это то же самое, что Python, только надежнее в плане того, что это все строго типизировано и положено на всякие математические абстракции. Это все очень интересно, конечно, но использовать это намного сложнее. То есть нужно взять, даже если предположить, что Haskell уже установлен, нужно взять, забраться во всех этих типах, в каком-то языке, который будет описывать, вот похожее на наш фильтр, все это составить и посмотреть. Да, оно получается надежнее, гарантирует, что будет гораздо меньше ошибок наверняка в анализе данных, но намного медленнее это все раскручивается. Поэтому, я не знаю, ну, люди, я так понимаю, что понемногу отходят от Python в некоторых, по крайней мере, властях Data Science и Machine Learning в пользу всяких R-производных, то есть R, что там еще есть, Julia, наверное, и где-то там еще на полпроцента может быть Haskell. У меня больше вопросов? У меня больше вопросов, в принципе, нет. По кодексу понятно, да? Ну, да, все понятно, просто мне как бы усталость накопилась. Да, конечно, мы полтора часа практически занимаемся незнакомым языком, с незнакомым синтаксисом и уже немного жонглируем функциями и типами. Это еще чуть-чуть совсем, но это все незнакомо, поэтому я понимаю, да. Ну, окей, мы на этом как раз закончим сегодня, вот на этом нашем достижении и продолжим в следующий раз приближаться к нашему DSL. Это уже похоже на DSL, на самом деле, почему нет? Окей, тогда спасибо за внимание и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok